Здравствуйте! Это программа «Наше время». Меня зовут Кирилл Политов. Типичная картина алтайской поздней осени. Дети чихают, ряды сотрудников на службе рядеют. Что сделать сейчас, когда риск заболеть так велик, чтобы вирусы обошли вашей стороной? Мы говорим с заведующим отделением профилактики инфекционных с болезни Алтайского краевого центра медицинской профилактики Ириной Переладовой. Здравствуйте, Ирина Владимировна! Здравствуйте, Кирилл! Первый вопрос. Что говорит Роспотребнадзор? Какова картина сегодняшнего дня? Управление Роспотребнадзора еженедельно выставляет информацию по заболеваемости на своем официальном сайте. И, в принципе, если проанализировать цифры, которые мы получили, которые мы видим, заболеваемость соответствует средним многолетним показателям. И нисколько не отличается от того уровня заболеваемости, который в это время регистрировался в прошлом и в позапрошлом году. То есть это типичная картина для этого периода, да? Да. Сегодня у нас осень обычная, никакого подъема какого-то эпидемического заболеваемости нет, никаких фокусов мы не ждем пока от заболеваемости. То есть все идет в рамках среднем многолетних показателей. То есть по плану, да? Да. Когда ждать пика и почему? Традиционно мы ожидаем подъем заболеваемости до эпидемических порогов и выше. Это вторая половина декабря месяца, январь. Ну, в прошлом и в этом году вы тоже, наверное, помните эту ситуацию, что в январе и феврале месяце у нас действительно был достаточно высокий уровень заболеваемости. Как будет развиваться ситуация? Конечно, многое зависит, во-первых, от погодных условий. Во-вторых, время покажет. А почему именно эти месяцы, вот, приходится пик на эти месяцы? Во-первых, погодные условия складываются так, что идет накопление, так сказать, именно лиц, которые начинают у нас болеть. Мало того, что бывает теплая зима, а теплая зима, она всегда провоцирует... Достаточно там минус... Теплое в понимании в вашем это минус 10, минус 15, минус 17 градусов. Это тепло, это хорошо. И мы отмечаем уже в течение многих лет, если температура опускается ниже минус 20-25 градусов, обращаемость у нас становится поменьше. То есть, с одной стороны морозы плохо, холодно. Да, а с другой стороны нам, как эпидемиологам, как, наверное, и участковым докторам, они радуются, потому что заболеваемость будет поменьше. Такой интернет-мем. Какие штаммы ждут в Крае в этом году? Все те же самые, которые были просчитаны в прошлом году. H1N1, H3N2 и два типа вируса, гриппа В. Гриппа В. Все те же самые. Никаких там новинок, нововведений, ничего такого мы не ждем. Можно ли сейчас защитить себя от вируса? На самом деле, прививочная кампания на средства федерального бюджета фактически закончена у нас в Алтайском крае. Однако, мы в этом году, во-первых, привили рекордное количество лиц, которые находятся в группе риска. Конечно, очень много привили детей. Стали активно прививаться у нас беременные женщины. Наверное, это большая заслуга, в первую очередь, конечно, акушеров, гинекологов, ну и, наверное, средств массовой информации. Провели работу, да? Донесли информацию. Конечно. И поэтому в этом году мы привили 1,64 млн человек. На сегодняшний день прививочная кампания, в принципе-то, продолжается. То есть, у нас есть негосударственные прививочные кабинеты, которые на сегодняшний день имеют, во-первых, вакцину как отечественного производства, так и импортного производства. И поэтому, если кто-то хочет быть привитым, необходимо обратиться туда. Многие поликлиники не только в городе Барнауле, а и в районах нашего Алтайского края имеют договоры со страховыми компаниями и, соответственно, имеют вакцину, которую можно приобрести за счет собственных средств. Продолжается иммунизация тех коллективов, где руководители заинтересованы в том, чтобы сотрудники не болели. И поэтому, конечно, они обращаются, они приглашают прививочные бригады. Некоторые приезжают прямо в прививочные кабинеты, по 3, по 5, по 7, по 10 человек. Статистика есть у нас, у нас отчитываются и учетно. Мы точно знаем, кто сколько где прививается. На сегодняшний день более 100 учреждений привили своих сотрудников для того, чтобы обеспечить, ну, в первую очередь, эффективную работу компании, потому что люди же начнут болеть, они же пойдут на больничный. Поэтому прививочная кампания продолжается и вплоть до объявления ограничительных мероприятий, карантина. У нас эти мероприятия вводит Управление Роспотребнадзора по становлению главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю. Вплоть до этого времени можно прививаться, нужно, и прям даже это будет очень хорошо. А какая вакцина, импортная или отечественная? Импортная и отечественная. Есть и те, и другие вакцины. Есть вакцина Воксигрипп, есть вакцина Ультрекс, есть вакцина Гриппол, есть вакцина Сувигрипп. На сегодняшний день право выбора каждого человека, вот кто-то имеет свое собственное личное отношение, вот люблю Сувигрипп и все, вот прививаюсь всегда и мне хорошо. Да, пожалуйста, никаких проблем. В принципе, штаммовый состав вакцин одинаков на эпид-сезон 2018-2019 года. Что будет прогнозироваться на следующий сезон 2019-2020 года, будет ясно по итогам этой вот осени, зимы и весны, которую мы переживем. Давайте сначала ее переживем. Да, совершенно верно. Для начала переживем. А вот эта теплая осень, Ирина Владимировна, как она отразилась-то? Вообще у нас... На прививочной кампании, вообще на заболевании. Да, на самом деле погода нас очень радовала в этом году. Все, наверное, это помнят, что действительно был не только теплый сентябрь, был очень теплый октябрь. В принципе, и ноябрь мы сегодня, середина ноября, мы видим, какая прекрасная погода стоит на улице. Но нам действительно сыграло на руку, что октябрь был действительно очень теплым и сухим. Не было промозглого дождя, промозглого ветра, не было вот этого хилуса, когда кто-то болеет, кто-то одевается, кто-то не одевается. Что мы успели сделать? Мы успели рекордное количество людей привить за достаточно короткий срок. И это, конечно, очень хорошо. Сегодня уже иммунная прослойка в Алтайском крае составляет 45% от проживающего населения. Эти цифры, конечно, безусловно, очень большие. За много лет моей работы мы впервые достигли таких хороших показателей. Но, наверное, в первую очередь это связано с тем, что Федеральная служба Роспотребнадзора, Министерство здравоохранения Российской Федерации поставила эту задачу вообще по территории Российской Федерации. То есть это не только Алтайский край так работает. Мы идем в ногу со временем, мы идем в рамках определенных, так сказать, уровней, которые нам определяют вышестоящие структуры. И это показывает действительно свою эффективность. А когда вот все-таки лучше начинать вакцинацию? Традиционно, во-первых, мы три года подряд начинаем ее с августа месяца. Август, сентябрь, октябрь. Мало того, дети идут в школу, дети идут в садик. Начинается самая интенсивная работа в сентябре, в октябре месяце. Тогда, когда чем по одному ребенку отлавливать, да, когда в садике или в школе их больше... Да, это делается одномоментно, одновременно. Есть определенная система работы и технологии, как быстро привить организованный коллектив. Поэтому, конечно, мы стараемся успевать и стараемся до холодного периода времени, конечно, группы риска привить обязательно. Если человек все-таки сейчас вот не успел, то добро пожаловать в частные клиники, да, это правильно? Более того, у нас есть еще и в наших поликлиниках, в наших городских, в наших районных поликлиниках. По договору, если учреждения работают с негосударственными страховыми компаниями, вакцина может быть прямо на числе. Туда тоже добро пожаловать. Конечно, конечно. Нужно просто уточнить, есть ли эта вакцина и как можно ее получить. Ирина Владимировна, нужно ли профилактически принимать какие-то препараты, да, вот, если ты не привит, например? Самое, наверное, главное и важное сейчас это одеваться по погоде. Мы иногда кутаем своих ребятишек, идем по большому магазину, мы даже не видим, что он как помидор красный, весь него семь потов льется градом пот. Он идет в двух шапочках, а мама занята покупками, ей некогда на дитя посмотреть. Ровно так же плохо одеваться и не по погоде, и ходить уже, но все-таки зимний период времени наступает, да. Есть определенный порядок многослойности одежды, то есть нельзя ни как в осенне сейчас ходить, так ровно и в огромном количестве одежды тогда, когда человек... Почему это плохо? Потому что человек начинает потеть, он ходит в мокрой одежде, он вышел на улицу, идет переохлаждение, человек, естественно, может заболеть. Поэтому отношение одеться по сезону к одежде, оно должно быть, ну, наверное, на одном из первых мест. В приоритете, да? В приоритете, это первое. Конечно, режим труда и отдыха, конечно, физическая нагрузка, как минимум физкультура или утренняя зарядка, конечно, режим питания. Обязательно движение, гиподинамия, это достаточно большой такой стрессовый фактор, когда развиваются не только простудные заболевания, да, но и активизируются все остальные. Поэтому здоровый образ жизни еще никто не отменял, и он будет обязательно важен, нужен не только тем, кто не привит, но и те, кто и получил прививочку. Спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «Наше время». Берегите себя. До новых встреч. До новых встреч.